Добрый день, с вами Павел Дугин и сегодня мы поговорим с вами об основах студийной фотографии. Вы новичок студийной съемки или может быть вообще никогда не снимали в студии? Боитесь сложной техники и комплексуете по этому поводу? Тогда вам очень повезло, эта серия уроков именно для вас. Весь студийный свет можно поделить на две категории. Первая, постоянный свет. Как вы можете заметить, он работает постоянно. И второй, это импульсный свет. Вспышка. Она срабатывает только в нужный нам момент времени. Первые уроки будут посвящены основам студийной съемки с использованием студийных вспышек. К постоянному свету мы вернемся чуть позже. Не волнуйтесь, вспышки покупать не надо. Почти во всех студиях они включены в стоимость аренды. Итак, чтобы получить фотографию, нам нужен свет. Если для вас это новость, тогда посмотрите наши уроки про экспозицию. Но что, если вам не хватает света или он светит не туда, куда мы хотим? Вот тут нам и приходят на помощь вспышки. Вот так выглядит студийная вспышка. Называют ее моноблоком, источником, пыхой или просто вспышкой. Она дает мощный импульсный свет. Настолько мощный, что он горит всего сотые доли секунды. Но этого достаточно, чтобы правильно проэкспонировать фотографию. Состоит она из двух ламп. Одна лампа непосредственно производит световой импульс, а вторая обеспечивает пилотный свет. При работающем пилотном свете на фотографию не оказывается никакого влияния. Во время срабатывания импульсной лампой пилотный свет отключается. Пилотный свет нужен для того, чтобы понять рисунок создаваемой фотографии. А также пилотный свет позволяет навести резкость на объект. Все это выполнено в одном корпусе, устанавливается на штатив и втыкается в обычную розетку. Положение в пространстве можно регулировать, можно поднимать, опускать и наклонять его. Спереди на моноблок можно одевать различные световые насадки. Например, вот такую. Подробно о каждой насадке мы расскажем в следующих выпусках. У нас прибор фирмы Hensel. Вот этим колесиком мы меняем мощность вспышки. Вот эта кнопка включает и выключает пилотный свет. Иногда он не нужен, его есть смысл выключить. Мощность импульса и мощность пилота могут отличаться в зависимости от фирм-производителя. Шкала мощности может выражаться как в кратных значениях, так и в процентах. Либо указывается в ступенях. Мощность импульсных студийных источников света указывается в джоулях. Например, 500 джоулей, как у нас. Итак, мы разобрались, что такое студийная вспышка и зачем она нужна. Теперь нам нужно заставить ее срабатывать в тот момент, когда нам это нужно. Это называется синхронизацией. О синхронизации и настройке фотоаппарата в студии мы поговорим в следующих выпусках. С вами был Павел Дугин. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok